Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. На Кубани активизируют борьбу с распространением синтетических наркотиков. «Анапа» приняла участие в заседании Краевой антинаркотической комиссии. Мобильные выездные бригады оказывают социальную помощь тем, кто в ней нуждается. А сейчас обо всем подробнее. Новые методы в борьбе с распространением синтетических наркотиков обсудили на заседании Краевой антинаркотической комиссии под председательством губернатора Кубани Александра Ткачева. Для курортных территорий поставить заслон поставщикам смертельного зелья – архиважная задача. Глава «Анапа» Сергей Сергеев потребовал мобилизовать все силы и привлечь к работе общественность. Совещание прошло в режиме видеоселектора под председательством губернатора Кубани. На связи в муниципальных студиях главы всех городов и районов края – представители федеральных ведомств. Обсуждается очень серьезный вопрос. Как противодействовать распространению синтетических наркотиков, пресечь противозаконную деятельность подпольных лабораторий и закрыть каналы поставки смертельного зелья? Усугубляет ситуацию то, что 90% продаж идет через интернет. Смотрите, это настоящий вызов нашему обществу, масштабная угроза безопасности страны, чтобы защитить жителей края от распространения новых наркотических веществ. Сегодня нам необходимо принять неотложные меры. Необходимо понять, почему вокруг спайса, вокруг употребления других видов наркотиков возникла целая молодежная субкультура. Почему это приобрело такой массовый характер? Глава региона подчеркнул, нужны новые нестандартные решения, эффективный комплекс профилактических мероприятий, системная и, главное, неформальная работа с подростками и молодежью. Вице-губернатор Кубани Николай Далуда доложил, что по предварительным данным регионального управления наркоконтроля, за последние две недели произошло 4 смертельных случая в Абинском районе и 2 в Краснодаре. По итогам краевого совещания, глава НАПА Сергей Сергеев поставил задачи перед службами города. Полиция, наркоконтроль, общественность должны сплотиться для решения этой проблемы. У нас есть своя специфика. У нас более 4 миллиона отдыхающих курортный сезон. И люди приезжают, некоторые из них хотят получить к отдыху еще дополнительно. Понятно, что недобросовестные люди, ну даже назвать их можно преступники, пользуются этим. И мы прикладываем сверхусилия. У нас уже нацелена и общественность, наши тосовцы, наши помощники. Ну, основную, конечно, работу мы намерены проводить, чтобы перекрыть каналы распространения. Надо, мне кажется, бороться не с потребителями, а с поставщиками и распространителями. Это работа специфичная, конечно, без силовиков здесь не обойтись. Но также и им, я это знаю не понаслышке, не обойтись без общественности. Сергей Сергеев отметил, нельзя допускать, чтобы на территории города свободно продавались спайсы, даже если они еще не внесены в список запрещенных препаратов. Служба Анапы приложит все усилия, чтобы защитить население от синтетических наркотиков. Разговор о будущем сезоне уже сегодня. Сфера торговли и общественного питания – одна из основных для курортного города. И качество обслуживания наших гостей должно быть на высоте. Как взять эту высоту, обсудили на совещании в администрации Анапы. Конкуренты и партнеры сидят рядом. Руководители предприятий сферы общественного питания, специалисты управления торговлей и потребительского рынка, управления муниципального контроля и других смежных структур собрались обсудить итоги курортного сезона 2014 года. За год прибыль в отрасли общепита возросла более чем на 120%. Для бюджета каждого туриста нашлось предложение. В целом итоги сезона отмечены как удовлетворительные. Во многом заслуга руководителей, которые отнеслись очень серьезно и достойно к этому вопросу, у которых предприятия работают на высоком уровне, которые следят за своими территориями, облагоустраивают их и делают реконструкцию предприятий. И как бы стараются для наших отдыхающих. В будущем курортном сезоне городские власти призвали руководителей предприятий повышать уровень обслуживания и развивать бизнес. Кубанским производителям отдельная полка и внимание. Прибавится забот по озеленению и благоустройству прилегающих территорий. Руководителям предприятий общественного питания в курортный сезон 2015 года необходимо сделать ремонт своих объектов. Закупить новое оборудование, посуду, инвентарь, продумать бренд предприятия, оформить все это в едином стиле, с применением современных недорогих материалов, пошить фирменную одежду с логотипами предприятия, заказать пакеты, стаканы, салфетки с логотипами. Носшество, наличие паспорта антитеррористической защищенности. Его бесплатно можно оформить в городской администрации. Особое внимание в новом сезоне – организация охраны предприятия, специализированных мест для курящих гостей и детского досуга, детские уголки, площадки, аниматоры и специальные блюда для малышей. Качественное обслуживание и безупречное сырье, соблюдение технологий и санитарных требований – вот курс будущего сезона. Запрошенная площадка в 12 микрорайоне вызывала немало нареканий у жителей района. Сломанные ограждения, секции из металлопрофиля лежали на тротуаре. Активисты не остались в стороне и сами демонтировали сломанный забор. На площадке выложены бетонные блоки, как фундамент здания. В июне 2013 года муниципальный контроль подал исковое заявление о признании недействительным право собственности и сносе самостроя. Потребовалось три заседания суда, чтобы иск администрации удовлетворили. Строительные работы на земельном участке не проводились. Площадка заброшена и захламлена. Временное сплошное ограждение не выдержало сильного ветра и развалилось уже не в первый раз. Специалисты управления муниципального контроля неоднократно предупреждали собственника участка о скорейшем восстановлении забора. Возле самовольного строения расположена игровая площадка – школа номер 6. И, конечно, заброшенный участок привлекал внимание детей. Собственник участка не ремонтировал ограждений, и это вызывало немало нареканий у жителей микрорайона. За дело взялись активисты. Неравнодушные анапчане не остались в стороне. Вечером демонтировали сломанные ограждения, убрали металлопрофильные листы, расчистили площадку. Жители 12 микрорайона благодарны активистам, которые избавили их от опасного объекта. Сотрудники Центра социальной защиты «Радуга» не сидят на месте. В отдаленные населенные пункты регулярно выезжают мобильные бригады, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Подробности в нашем сюжете. Туфли и ботинки, верхняя одежда, платья, шапки – ассортимент большой. Эти вещи можно получить даром. В Анапе уже 4 года действует акция «Вторые руки», куда можно принести ненужные вещи. Они непременно пригодятся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поток людей постоянный, с утра и до вечера. Никогда не бывает полностью свободным. У нас есть книга отзывов, она уже полностью вся записана. Люди очень довольны, потому как, сами понимаете, здесь можно получить всю одежду и для младенцев, от младенцев до людей уже пожилого возраста. Вещи принимаются только чистые и в хорошем состоянии. Жители района каждый месяц приносят в центр 600-800 килограммов различных вещей. Активно участвуют в акции предприниматели. Матери-одиночки, многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные, вынужденные переселенцы могут обратиться в центр и бесплатно получить самое необходимое. Для жителей отдаленных населенных пунктов работают мобильные бригады Центра соцзащиты. Мы выезжаем к ним, оказываем различные виды услуг, как дополнительные, платные, так и бесплатные в рамках гарантированной перечни государственных социальных услуг. Можно не только выбрать себе обновку или теплую обувь к зиме, но и получить юридическую консультацию, талон на льготный проезд при городном транспорте, сделать стрижку всего за 44 рубля и 10 копеек. Мы оказываем дополнительные платные услуги. То есть, когда у нас поступают эти заявочки заранее, мы косим траву, можем исправить забор. Вот сейчас начинается осень, будем пахать землю. У нас есть в учреждении культиватор. Стоимость дополнительных услуг символическая. Помимо акций, центром ведется непрерывная адресная работа. Людям теплоту, чистоту, чтобы покушать хорошо. И за нами ухаживать. Дай Бог им здоровья. Если бы не они, я не знал, что бы мы делали. Многим жителям Анапского района уже знаком этот голубой шарф. Он символ того, что помощь рядом. Спасите жизнь ребенка. С такой просьбой к нам в редакцию пришла мама шестилетнего Степана Небыша. У малыша рак, но его можно вылечить. Я люблю в талбуран играть. Это что такое? Это бегать, собирать денежки. Но он не бегает, а по-взрослому серьезно и медленно, шаг за шагом прогуливается с мамой. И устает быстро. Но, несмотря на свою болезнь, сам заботится о черепахе, которая живет у него дома. Вот такая я маля путька. А как зовут ее? Как звать ее? Лео. Лео. Шестилетний Степа уже перенес операцию. Опухоль удалили. Для спасения мальчика необходимо пройти еще одно обследование и лечение. На сегодняшний день мы прошли лечение лучевая терапия. В сочетании с химиотерапией должны были продлить еще 8 блоков химиотерапии, но отказались, так как у Степана аллергический статус. Мы ищем альтернативные методы лечения. И на данный момент связались с Феодосией. Там есть биоцентр, где нам предлагают помощь. Там, конечно, паразитарная теория лечения. Но я верю, что там могут тоже нам помочь. Требуются средства, которых у нас нет. На сегодняшний день нам на обследование нужно 30 тысяч рублей, а 21 день курс лечения – около 5 тысяч долларов. Для обычной семьи сумма неподъемная. И только собрав средства на лечение, можно спасти жизнь маленького Степана. Мы надеемся, что мы справимся. Может быть, найдутся люди, которые нам подскажут, что делать и как нам делать, как нам быть. Подарите жизнь ребенку. Если вы готовы откликнуться и помочь Степану, номер счета для перечисления средств на ваших экранах. 11 октября в Доме культуры села Витязева пройдет уникальная профилактическая акция «Онкопатруль». Бесплатный прием будут вести лучшие врачи-онкологи Кубани. В Краснодарском крае ее реализация продолжается более трех лет. В Анапе она пройдет впервые. 11 октября с 9 до 17 часов в Витязевском ДК на улице Лиманная, 8 бесплатные консультации и скрининг-обследования для взрослого населения города-курорта будут проводить 49 ведущих врачей-онкологов края. И на сегодня это все новости. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр Рио, улица Горького, 18. Напротив стадиона «Спартак». В пятницу, 10 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла, ночью – до 12 градусов. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – 13 градусов со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.